Вот как я изменил отношение к этому подкасту. И с 13 она попадает в 30. Вау! Боже мой, меня сейчас просто закидают с саными тряпками. Ну, держитесь. Что? Не может быть! Я не верю! О, боже, нет! Всем привет! Вы слушаете подкаст с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги Диана. Всем приветики! И Илья. Бой нас дьяс! Боже, какие вы сегодня приветливые, что ли. Ну, некое какое-то актерское присутствие. Так мы же когда пишем этот подкаст? В пятницу или в понедельник? А когда? А когда? Ну, где-то между. У меня резко перепуталось все. Январь-май в этих числах. Да, где-то в районе. Я вам хочу рассказать, что у этого выпуска есть партнер. Это Клуб Приключений. О том, как ребята помогают организовывать нам всем активный отдых, мы расскажем чуть попозже. Причем в очень нестандартном формате. Вам должно понравиться. Будьте уж добры послушать. Да. А сейчас мы с ребятами приступим к нашему выпуску, который, между прочим, является завершающим в нашей невероятной тематической арке, посвященной изменениям. Мы вам обещали, мы вам не соврали. Действительно, вот все, больше об этом мы говорить не будем. Всему приходит конец. Да, и в следующий выпуск я внезапно придумаю классную тему. Ну, в общем, да. Как бы пока карандашиком. Это завершение тематической арки. И сегодня, мне кажется, совершенно гениально и логично было бы поговорить о том, как мы изменили отношение к нашему подкасту. Ну, что может быть лучше. Согласна, да? Согласились. С чего начать вообще, да? Можно я начну? Да, можно. Да, да, да. Я к тому, что я недавно в этом подкасте как ведущий, и я был активным слушателем этого подкаста. И мне очень нравился и Христофор, и Данил. И как же я угорал с Данила. И как же мне нравились... Я даже несколько раз монтировал этот подкаст, когда был Христофор. И вот какая штука. Я смотрю на волноформу Христофора, и у него там, ну, три фразы за час. И эти фразы, они всегда были какими-то... Бэн! Да, да. И его вот это вот постоянное «Доброе утро, Вьетнам» в самом начале... Это уже только Алды помнят. Да, да. Ну, в общем, я вот что хочу сказать. Я, когда вы меня позвали, за что вам большое спасибо, я не думал, что у меня получится что-то. Я на самом деле сейчас не думаю, что у меня что-то получилось. Вот. Но я всегда боялся, что я не смогу никого переплюнуть. А потом я понял, что никого переплювывать ты не надо. Просто надо быть с собой... Что переплювать. Но это было чертовски весело. Находиться в компании... Вот клево, что есть подкасты с 13 в 30, потому что ты реально попадаешь в какую-то клевую атмосферу на вот эти вот 40 минут... 60. Уже 60. Уже вышло из берегов. Да. И как будто бы у тебя появляются новые друзья на этот короткий промежуток времени. Я сейчас реально говорю как фанат, потому что я фанат этого подкаста. Вот. И вот как я изменил отношение к этому подкасту. Я стал ведущим этого подкаста. Мне кажется, знаете, Даша, как Белла из «Сумерек», буквально из второй части «Новолуния», когда Белла сидит перед окном, и вокруг нее меняются времена года. Вот так же вокруг Даши меняются ведущие подкасты с 13 в 30. Да, так и было. На самом деле, я должна сказать, что потеря, ну, условная потеря каждого ведущего далась мне очень тяжело. Я очень расстраивалась, психовала, и мое сердце обливалось кровью, потому что если вспомнить вообще, как все начиналось, она начиналась все года два назад в глубоком январе, когда мы здесь сидели в темноте, первый раз придя в эту студию и пробовали что-то писать. У нас, кстати, есть выпуск в рамках первого сезона, в котором мы рассказываем, как мы делали этот подкаст, и там много интересных, смешных моментов из бэкграунда. А вот давай расскажи для вновь прибывших слушателей, как родилось название из 13 в 30, и вообще, что оно значит. Вообще, изначально название должно было быть «МЖМ по дружбе», но мы решили от него отказаться и как бы взяли концепцию из 13 в 30. Есть такой фильм, причем это один из моих любимых фильмов, я часто его пересматриваю, где девочка-подросток очень мечтает быть молодой, красивой, успешной взрослой женщиной, и она загадывает желание стать 30-летней. И из 13 она попадает в 30. И по факту, как бы, мы украли как художники, я считаю это название, потому что в этом названии очень много смысла для нас, потому что мы исследовали нашу жизнь с какого-то юного возраста, берущего корни где-то там в 90-х, 2000-х, только начало, наше детство, наша юность, и как бы стремились к 30-летней жизни, которая на момент создания подкаста маяковала где-то на горизонте, показывала нам, что вот-вот скоро вы тоже будете такими, и казалось, что 30 лет – это такая веха, в которой очень много чего происходит. И я должна признаться, что это правда, к 30 годам за вот те немногие годы, что мы ведем подкасты, очень много всего изменилось, в том числе и по отношению к подкасту, и даже сам подкаст, мне кажется, тоже изменился. Это очень классное такое ощущение, что вот мы задумывали его изначально, вот такой проект, да, будем просто обсуждать там то, что нас волнует, и может быть, когда-нибудь этот подкаст превратится в сериал, в котором из-за выпуска выпуск что-то происходит, есть какая-то внутренняя линия, которая растягивается, есть какие-то внешние тематические арки, которые приходят и уходят. Но как бы мы не надеялись, что так на самом деле будет, но так по факту и получилось, потому что если вы будете слушать подкаст с первого выпуска по сегодняшний, вы увидите трансформации каждого человека, который является ведущим. Вау! Я помню, как меня Даша позвала в подкаст, причем это было первый раз, меня вообще позвали в качестве спикера, тут был Данил Христофор и Даша, и я сидела вот там вот, я сейчас показываю на стул, но против себя, да, практически. И я просто так жестко троила и тупила, это было невыносимо. Ну, я очень сильно волновалась, потому что с Дашей мне как-то законнектиться проще было, а с ребятами я в целом не общалась. И, блин, я просто не знала, что говорить, я не выкупала моменты, когда Данил шутит, и когда он не шутит, я не знала, как мне реагировать. Я до сих пор не выкупаю. Я больше скажу, короче, когда я монтировал, извини, я сейчас быстро. И вот, когда я монтировал выпуск, когда была ты и Данил, вот что вы делали с Дашей. Я не знаю, как у вас тут на самом деле была атмосфера, но вот какая штука была, что Диана с Данилом начинали жестко шутить, и прям вы очень глубоко уходили в эту шутку, распространяли ее по всему кабинету, точнее, по всей студии. А Даша в этот момент сидела и такая, ну все, ребята, ну хватит, ну пожалуйста, ну все, остановитесь. Да, Даша пыталась не угомонить. И я слушала это, ну естественно, это выпуск не входило, это все вырезалось. Типа, ну все, давайте, соберитесь уже. И мне вот как раз таки то, что ты говорила про смену ведущих, то, что происходит такая ситуация, когда кто-то дополняет друг друга. То есть ты выступала в роли такой воды, да, на огонь. То есть ты их гасила постоянно. Модератор, да. Ну да, или администратор некий какой-то. Вот. И когда вот Христофор был, он тоже, он такой как бы мягко так, раз, и что-то скажет такое. Знаешь, как мне было тяжело с Христофором записываться, потому что, ну, Даша меня старалась направлять сразу, если она понимала, что я туплю сижу. Это, по-моему, этот выпуск так и не вышел, мы его перезаписывали как-то, кажется, не помню. А Даня старался дружелюбным быть, подхватывать меня в чем-то. А Христофор просто молчал, сидел. Я вообще не понимал, что он мне делает. То есть у него одинаковое выражение лица, которое не меняется. И более того, я не привыкла к тому, что, ну типа, знаешь, у человека реально одно и то же выражение лица. Но при этом он понимает, то есть он слушает, что говорят, и время от времени что-то типа... Реагирует. Да, реагирует. То есть он такой, знаешь, типа, что-то трет глаза. Я такая думаю, ну ладно, вот пока с ребятами буду. И он резко начинает что-то говорить, я такая типа, ну, да. И это ужасный выпуск был, я помню. Я вообще не помню, о чем был выпуск. Почему мы тебя позвали? Короче, мы говорили, по-моему, про зумеров-миллениалов и бумеров. И там еще какой-то сленг обсуждали, еще что-то. Вы меня как представителя зумеров позвали тогда, но выпуск, по-моему, не вышел, потому что было очень странно. А когда я первый раз к ребятам пришла в качестве ведущей, типа ведущей, по-моему, это был такой некий пилот меня, и мы говорили про сладости. Угу. Вот. Получилось забавно. Я суперсильно переживала. Я вообще все первые выпуски очень сильно старалась готовиться к ним. Не то чтобы сейчас мне все равно, но сейчас я уже на лету как-то типа. Кстати, да. Я заметил, что ты как-то мне сказала, что мы здесь вообще всегда на лайте, когда я вот буквально первый, второй выпуск пришел. Ты реально села, вот так расслабилась. Мне-то так, знаешь, вот как пронизился вот этой твоей энергии. Ты как будто бы так волну такую спустила, как это сделала, как это, четверка? Фантастическая четверка, вот эта вот актриса, которая делала вот так. Джесси Кальба. Потому что, ну, во-первых, это уже опыт какой-то появился. Плюс я параллельно еще писала два других подкаста, и у меня тоже немножко... То есть я начала понимать, я, во-первых, слушала все выпуски с собой, сейчас я перестала это делать, и я стараюсь все равно контролировать. То есть я знаю, что я могу там уходить в какую-то тему очень глубоко, я могу душнить, могу не к месту какую-то вот эту сентиментальную штуку какую-то вплетать в разговор. Я стараюсь за этим следить. А потом оно как-то очень живо было, но на самом деле я очень благодарна Даше, потому что она меня... Типа, знаешь, как у меня даже не было какого-то периода адаптации, она вот просто меня, типа, вот сюда интегрировала, и все. Типа, плавай. И как будто бы я тут и была. То есть мне никогда на записи меня не поправляли, не говорили, что, типа, давай по-другому про это не говори, вообще будь иначе, все иначе, нужно по-другому. Вот, ну и плюс, я переживала относительно того, что Христофор очень яркий персонаж, несмотря на то, что он мало говорил в подкасте, но он достаточно харизматичный, он долго был с ребятами, они общались, я так думаю, боже мой, меня сейчас просто закидают с санными тряпками. И я даже вначале, когда меня Даша представляла, типа, там, мои дорогие коллеги и друзья, я говорила, вместо своего имени, говорила, верните Христофора и Даниил, типа, вот. Ну, надо сказать, то, что ты вот сейчас упомянула Дашу, то, что она тебя как бы интегрировала так в подкаст, очень натурально и естественно. Надо дать должное Дарье, потому что Дарья – это фронтмен, да? Это я. Да, Дарья – это я, я иногда Дашу так называю, Дарья – это я просто, как одним словом слитно. Вот, то, что она начинает подкаст, и вот этот вот голос, всем привет, вы слушаете подкасты с 13 в 30, это вот это вот первое заряжающее слово, интонация. Чтобы вы понимали, слушатели, мы до начала записи подкаста иногда бываем очень, ну, такими унылыми, что ли. И вот когда звучит в наших наушниках, а мы в наушниках, когда звучит в наушниках голос Дарьи, Дарья – это я, мы не то, что просыпаемся, мы просто вот, как вот Диана сказала, ее Даша вот так вот винтегрировала, вот мы также производим свою интеграцию в этот подкаст. Мы вникаем и вливаемся. И надо отдать должное Дарье, вот что я хотел сказать, что это большая работа, это очень трудно, это делать. А еще маленький бэкстейджик, интро, которое вы слышите, Даша каждый раз говорит на записи заново. Это незаписанная дорожка, которая вставляется абсолютно каждый раз. А мы реально, вот Даша каждый раз что-то проговаривает. Я тебе больше скажу, я ради прикола иногда беру Дашины, ну, вот в снах, или же вот тоже в 13 в 30, беру просто твои фразы каких-то, которые ты постоянно говоришь, и накладываю одну на другую, которые записаны вообще в разные дни, в разные недели. И, о чудо, и интонация, и темп, все совпадает. И просто, знаешь, как будто бы две одинаковые дорожки в унисон. Если инвертировать фазу, то будет тишина. Ну, это из физики. Кто знает, тот поймет. Короче, да, это круто. Ставьте лайки, если поняли физику. Да, из менопаузы. Менопаузы. Я хотела сказать, что из химии и биологии есть же метафаза, профаза. Профаза, анаваза. В танцах есть еще минуэт. А, в сексе есть минуэт. Да, в подкасте есть постоянное интро. В порно, кстати, тоже постоянное интро у меня одинаковое. Мы про подкаст, если что, говорим. Да, разумеется. Ой, вы так все это так красиво сказали. Даже не знаю, что добавить. Но спасибо. Я рада, что все это придумала. Вопрос есть. Как ты изменила свое отношение к подкасту и конкретно к разным ведущим? Как тебе кажется? Ну, держись. Я должна сказать, что мне очень нравится текущий сезон. И поэтому это одна из причин, дорогие слушатели, почему он тянулся так долго. Обычно мы работаем в рамках трех месяцев, а сейчас у нас получилось полгода. Потому что мне нравится, что тема максимально жизненная. Она показывает как раз-таки и изменения наши как личности, и изменения наши как ведущих. И мне нравится, что мы к этой теме практически не готовимся. То есть у нас есть тема, мы садимся ее обсуждать, и получается, что всем есть что сказать. И как-то очень классно, органично получается. Я считаю, что это лучший состав ведущих на текущий момент, который у нас когда-либо был, потому что мы хорошо друг друга понимаем, и каждый из нас одинаково классно умеет в диалог. Но, конечно, нет... Но, разумеется, я не обесцениваю предыдущие составы, потому что было очень классно, было лампово, мы прошли большой путь. Но мне кажется, что подкаст вырос. Это самый основной комментарий, который я говорю и партнерам нашим, с которыми мы делаем рекламные интеграции, и вообще, в принципе, всем, что мы начали с людей, которые ничего не понимают, разбирали какие-то забавные штучки, исследовали там ТикТоки, тренды и прочее, там рассказывали про конец света, делали подборки фильмов. А сейчас мы пришли к тому, что мы действительно обсуждаем темы, с которыми сталкиваемся в жизни. И прям видно, что... Не резонирует. Да, что это подкаст взрослый, и, ну, как бы... Ну, то есть, и появилась фан-база. Вот что меня удивило, что вот Диана недавно показывала скриншот. Да, да, да. Расскажи эту историю. Она мне написала ВКонтакте на моей богом забытой... Храни тебя, Боже, или я что-то напомню? Написала недавно девушка мне на мою богом забытую страничку ВКонтакте, которая, я даже не знаю, как она меня нашла по имени и фамилии, которые написаны у меня кривовато. Эту девушку зовут прекрасную Катерина Потемкина. Она написала, что она очень любит наш подкаст, что мы классные, и вот, пользуясь случаем, я, как и обещала, ну, немножко задержалась, но, как и обещала, передаю тебе Катя, я надеюсь, норм вариации имени, тебе привет, и мы все передаем Кате привет. Поздоровайтесь с Катей. Катя, привет. Спасибо, что нас слушаешь. Да. И вот ты изредка, Даша, но шутишь насчет многомиллионной аудитории, и надо сказать, что у этого подкаста, ну, если без шуток, и правда, есть шанс получить как минимум миллион на аудитории, потому что то, что ты говорила, вот в своей речи про то, что подкаст подзрослел, и то, что он действительно изменился, и мы изменились, это ведь как бы параллельный рост, да, вот мне очень нравится история с Гарри Поттером, то, что дети, которые были в том же возрасте, в котором и Гарри Поттер, ну, там, плюс-минус год, они еще более остро, еще более тепло воспринимали все то, что происходило на экране. И это, конечно же, делало кассу фильму, но самое главное, это внутренние ощущения, которые ты испытываешь, когда потребляешь какой-то медиа-контент, культурный контент. Я считаю, что помимо одного из твоих подкастов, которые ты ведешь, мы тоже заслуживаем место в категории искусства, потому что мы много говорим об этом. Но здорово, когда есть аудитория, темы, которые мы обсуждаем, они тоже резонируют с ними, это значит, что мы, мне кажется, на правильном пути, на правильном, на своей дороге, и эта дорога... А что мы, кстати, будем делать, когда мне 30 будет? Вот я тоже хотел спросить, мне уже 30. Что будет, когда исполнится тебе? Из 13 за 30. Ну, придется ждать, пока Дине исполнится 30, тогда уже можем закрыться. Да, это будет не скоро. Не скоро, да? Ну и отлично. Ну, только в феврале 25 будет, так что, можете... Ну, там посмотрим, поглядим. Ну да, кстати. Или я сейчас так смотрю, на меня, знаете, как быстро растут чужие дети. Буквально такое скрутое. Знаешь, мне кажется, это тот вельвонка, который старый был. Я вот так, типа... Да, на самом деле, кстати, очень многие люди так реагируют, когда узнают, сколько мне лет. Я знал, сколько тебе лет. Я рассказывала вам... Ну да, ладно, хорошо. Я рассказывала вам, как моя мастер по депиляции отреагировала, когда я сказала, что мне почти... У меня есть целая гильдия мастеров. Вот, мастер по маникюру, мастер по депиляции. Ну как, допустим, маникюрша, да, моя маникюршица. А как сказать депиляторша, депляторница? Даш, от тебя это слышать вообще странно. Ну, как назвать мастера по депиляции? Ну, кстати, это клёво, когда профессионал задаёт такой вопрос. Это значит, что есть какая-то неизведанная аудитория и не всё ещё изучила. Ну, блин, Даша, феминитивы. Да, при чём здесь феминитивы? Маникюр, маникюрщица, а не мастер по маникюру. Как назвать мастера по депиляции? Депиляторша, депиляторка? Депиляторша, наверное, или депиляторка. Ну, это странно. Грубовато, да? Мы можем это переадресовать, знаете, нашему редактору подкаста Юлии Прекрасной, которая наверняка знает ответ на этот вопрос. Да, ну, в общем, моя депиляторка. Когда она спросила, сколько тебе лет? Я говорю, ну, в ноябре будет 30. Она такая, что не может быть? Я не верю! Боже, нет! И парень тебе отрезала. Знаете, да, мне же пилой делают депиляцию. На пальцах же делают депиляцию. Маникюрщица и пост. Просто, вот представьте ситуацию, Илье нужно очень сильно дать. Угомони талант, уже все поняли, чем она занимается. Илья, представьте ситуацию, вот тебе депилируют зону бикини, да? И в какой-то момент, и в какой-то момент... Ты думала уже про инфляцию? Короче, и в какой-то момент твой мастер по депиляторке такой, типа, что? Что? Просто тебя причем, знаешь, типа, это, ну... И, короче, эхо такое, да? Ну, помню, надеюсь, что его нет, но в целом, в целом, не самая типичная ситуация. И что ты сказала, Даш? Ну, ничего, я сказала да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. У вас, конечно, диалоги просто как у Тарантина. Ну, надо сказать то, что, скорее всего, ее реакция, я посмею предположить, что она удивилась, что настолько... Нет, тебе должно быть больше. А почему она так разговаривает? Скажите, у вас есть пятница в 13 слотиков? Нет! Даша умеет выбирать мастеров. Чтобы слушатели понимали, сейчас наш звукорежиссер Леонид проделывает титанический труд по срезанию перегрузов в микрофон, чтобы подкаст звучал более-менее слушабельно. Дай бог тебе здоровья, Ленечка. Ладно, с депиляторкой все понятно. О чем я говорю? А, это про 30 лет. Да, это большое вообще достижение тематическое, что мне исполняется в этом году 30 лет, и я уже не помню, какой по счету сезон, то ли 11, то ли 12, то ли 13 было бы символично, если бы 13. И да, я максимально повзрослела, насколько могла, и максимально постарела, насколько могла. И интересно, что будет дальше, потому что, кажется, не знаю, этот сезон, он такой какой-то для меня очень показательный, очень ключевой, и я даже не знаю, что будет дальше, что мы будем говорить, когда вот этот выпуск закончится. А тебе не показался этот сезон по сравнению с другими, все же у тебя больше опытно в этом плане, достаточно личным? Вот мне показался он личным, потому что, ну, возможно, из 13 в 30 всегда был личным подкастом, и мы говорили как бы про себя в том числе. Но я, допустим, про тебя узнал, что ты просто угораешь по быту, вот прям ты преисполнилась в быту. Про Диану я тоже много чего узнал интересного, что и вот эта вот история с собаками мне очень запомнилась и влезла в душу. Да, но про Диану, согласись, ты еще и знал из другого подкаста, который я веду. Кстати, Кот Красный можете слушать. Один из прекрасных подкастов нашей прекрасной студии. Да, и вот я хотел как раз узнать, мне показался ли тебе этот сезон очень личным по сравнению с другими? Показался, потому что... Даже дело не в том, что более личным, а более жизненным, потому что личными историями мы делились всегда. Я, если честно, уже не помню, насколько личными были истории Христофора и Даниила, потому что за себя я могу сказать однозначно. Я человек, который... С людьми, которые мне нравятся, довольно быстро перехожу на ты, грубо говоря, и могу рассказать что-то личное. Вот, и в принципе, делиться опытом в подкасте прикольно, потому что по факту он на этом и построен. И как бы какой-то особой экспертизы здесь не подразумевается. Если что, дорогие слушатели, мы не экспертны ни в чем, но мы пытаемся. Да, кстати. Да, депиляцию я сделать не могу. Но про осознанность, пожалуйста. Я к тому, что я спутал маникюр с депиляцией в моей голове. Это помните, как история была? Это примерно одно и то же. Какое-то удаление. Ну, что-то, да, некое. Да, помните историю, когда мы что-то говорили про человек на Луне, а я сказал, человек-молния. И вы такие, ты сказал, человек-молния. А я говорю, я человек на Луне сказал. Я искренне верил в том, что я сказал. Ты главное, когда будешь записываться либо на маникюр, либо на депиляцию. На всякий случай. Дефиницию. Маникюр в зоне бикини, да? Понятно. Так и есть, да. Ты депилятору можешь сказать, мне шлак. Красный. Да. А когда придешь к маникюрщице, скажи, что типа, мне лазерное, пожалуйста, можно? А тот, кто в прэш... Все ниже бровей. Ты будешь человек-френч. Блин, брови вообще полный отстой, если честно. Брови полный отстой? Я объясню, почему. Я, короче, вот у меня генетически очень толстые брови, волосатые, я имею в виду. И я заметил, что они... Пушистые, я бы сказала. Густые. Спасибо, Диана, густые. Махнатые. Да. Я к тому, что они... Волосы там... Вот здесь махноноги из нового сериала про волосиное колесо, а ты махнобров. Даша умеет делать... Контент. Перебивать. Да, контент. Да. Ну вот. Классно, что у них волосы как бы распределены нормально по телу. А по телу у кого? У хоббитов. А, мы все-таки про хоббитов. Да. Ну вот. А у меня иногда волос берет и вырастает из брови, хрен вот просто самый длинный вот он решил вот так вылезти. Выделится. Да. И я к тому, что... Ну, приходится вот удалять их. Я вот смотрю на ваши брови и уверен, что у вас есть бровиатор некий, который ухаживает за вашими бровями. Бровка? О, какая тема благодатная. Да, это вообще хорошее, да. Бровиатора нет, на самом деле. Более того, у меня брови асимметричные. Я никогда их не равняла, ничего с ними не делала. Ну, я как бы Мазду убираю, да, где-то посередине, да? Я все-таки не фридокал. Фридокал, да, немножко. Да, да. Немножко. Немножко я не правил. С этим, кстати, тоже есть проблема, да. Но в целом я никогда их не равняла, они асимметричные, я об этом знаю. Но мне так кристаллически похер, коллеги, вы не понимаете. Да. Знаете, капелька сексизма сейчас в студию войдет. Я вот так вообще сильно переживаю, когда какой-нибудь мужчина рассказывает, как ему тяжело удалять одну выросшую случайно в одну сторону бровинку. И ты думаешь... Знаешь, жизнь твоего тела моментами... Это не про нас, но нам рассказывали какие-то люди, подкидывает тебе массу сюрпризов. И более длинная бровь, да, смотри, кусочек, да, волосок из брови, не самая явная твоя проблема может быть. Иногда они буквально просто, ну вот, абсолютно на рандоме, абсолютно на рандоме вырастают. И ты такой, типа, а ты что, тут? А были ли у вас волосы прямо на ушах? Нет. У вас же 24 и 30. На ушах не было. На ушах это как... Но локаций довольно много. Вот, да. Скажу так. Но мы отклонились от темы. Я думаю, что тема бровей, безусловно, волнует нашу миллионную аудиторию. И, возможно, нам нужен был выпуск, как мы изменили соотношение к волосам. Потому что, мне кажется, здесь есть что сказать. Но, возможно, вот как раз таки я говорила, что это карандашный выпуск. Вот, возможно, в следующем как раз про волосы и бахнем. Такая тема. У них, у активных туристов, все немного не так. В смысле, то же самое, что и у нас, только немного по-другому. Знаешь, как они зовут отпуск? Что же, они не зовут его отпуском? Не тюленят две недели на диване? Они же активные туристы. Они вообще не понимают, как можно тюленить две недели на диване. И как они его зовут? Они зовут его Отличный поход. Отличный поход? А как же они тогда зовут Плохой поход? Плохой поход они никак не зовут. У них его не бывает. Если вам тоже надоело тюленить дома, и вы жаждете чего-то нового, то попробуйте активный туризм. Хотите выйти в лес на пару дней, переночевать в палатке или полюбоваться горами? Сплавиться по реке на каяке или увидеть лед зимнего озера? Добро пожаловать в Клуб приключений. Клуб приключений – ваш проводник в мир активного туризма. Клуб поможет вам найти ответы на вопросы, куда поехать в отпуск и как провести выходные увлекательно и активно. Перед тем, как отправиться в долгое приключение, испытайте свои силы в походе выходного дня. Это отличная возможность понять, насколько вы готовы долго ходить, носить рюкзаки и спать в палатке. Активный туризм клуба включает в себя походы, сплавы и восхождение как по России, так и за ее пределами. Ребята уже 20 лет на рынке активных путешествий и работают только с проверенными инструкторами. Клуб показывает людям, что такое походный туризм. С рюкзаками или без, с палатками или проживанием на туристических базах и радиальными выходами. Ежегодно инструкторы клуба проводят более 2,5 тысяч походов, а на сайте уже размещено более 25 тысяч положительных отзывов. Ведь клуб приключений – это главный эксперт в активном туризме. Клуб приключений предлагает промокод «Подкаст 2023», который дает скидку в тысячу рублей на походы, стартующие до конца 2024 года, стоимостью от 4 тысяч рублей. Промокод будет действовать до 29 февраля 2024 года. Он не суммируется с другими скидками клуба и может быть применен только на новые, неоплаченные заявки. Не упустите свой шанс на увлекательное приключение. Воспользуйтесь промокодом на скидку в описании и отправляйтесь в незабываемое путешествие вместе с клубом приключений. Живи, мечтай, путешествуй. Но вернемся к нашему подкасту и как мы поменяли к нему отношения. Как-то вот этому сезону было много всего посвящено, и это не случайно, потому что я вообще не помню, о чем были предыдущие. И как-то, да, многое забылось, но я помню, что было очень весело и лампово. И бывает, я когда переслушиваю какие-то старые выпуски, я такая думаю, блин, как же прикольно было. Я, знаете, у меня есть такой сбитые настройки. Я всегда, когда мы сдаем выпуск на монтаж вот нашему прекрасному Ленечке, я все время пишу, блин, кажется, что-то не очень. Как-то выпуск получился, что-то переживаю за него. Он потом его монтирует и говорит, блин, да все классно. Я слушаю, реально все классно. Я не знаю, что это за магия монтажа или магия вот этого пост-продакшена, когда даже самая, скажем так, ну, тривиальная тема становится чем-то прикольным и смешным, когда мы слушаем ее в наушниках спустя время. Я помню, как-то слушал подкаст, я ехал на велосипеде по такой большой улице, российская называется, и я решил... Неудивительно, что она большая. Ну, вот да, в том-то и дело. Не имеет границ этой улицы, да. Вообще, ни одной. Нет. И я запомнил тему, вы обсуждали каких-то звезд, вот так сложилось. Я, к сожалению, не помню тему и название выпуска. Это с «Фабрикой звезд» что-то было? Нет-нет, с «Фабрикой звезд» это уже со мной было. Вы там то ли... Это было что-то вот ближе к новому... А, нет, «Как мы потеряли лето» был выпуск, все, я вспомнил. Профукали, да. Профукали, да. Вот, и там вот этот был. И там какой-то фильм выходил, там еще было... Вы обсуждали какого-то певца, который записал песню то ли с Лепсом. Да, Ваня Дмитриенко. Да, в общем, да, что-то вот такое, короче, было. В общем, я к чему? Что есть такая вот магия у меня лично, потому что я аудиальный человек. Если я, допустим, слушаю какой-то новый трек и нахожусь где-то, иду по улице условной, то теперь каждый раз, когда я буду прослушивать этот трек, я буду вспоминать визуальный образ того, что у меня было в этот момент перед глазами. И так же произошло с этим выпуском. Он настолько запомнился, и, признаться честно, я его несколько раз переслушивал, потому что это был вечер, это был такой вроде как жаркий день. Вот эти вот улицы, точнее, вот эта вот улица большая, по ней ездят, значит, автомобили. Я купил себе бутылку пива. Да, кстати, важный момент. Я просто встал где-то вот в рандомном месте, где темно, и просто слушал подкаст. Я больше ничего не делал. Я просто хотел отдохнуть. У меня был какой-то стресс. И, о боги, как он мне помог. Это так прикольно. Это очень приятно слышать. Я вообще, на самом деле, вначале сомневалась, что это может быть кому-то интересно, ведь по факту мы три ноунейма. Ну, теперь уже нет, конечно. Как бы так было изначально, и мы по факту делимся просто личными историями. Хотя, если так посмотреть, то почти все подкасты построены на этом. Так что мы максимально попали в жанр. Но, да, когда мне люди говорят, что, блин, я люблю этот подкаст, я его слушаю, я ваш большой фанат, мне очень приятно, потому что я понимаю, что вот каждую неделю кто-то слушает наши истории, кто-то угорает над тем, как я там что-то опять не поняла или что-то не сделала. Да, потому что ты... Короче, вот я что хочу сказать. Потому что, ну, вот мы все стремимся за какой-то историей, да? Мы любим следить за кем-то с точки зрения какого-то исторического содержания. Там, фильмы смотрим, там, музыку слушаем, и в музыке тоже рассказывается какая-то история жизни человека. В целом все построено на вот это потребление каких-то новых эмоций от истории. И вот то, о чем ты говоришь, то, что есть там какие-то интересные темы, которые ты обсуждаешь. Ведь если ты действительно слушаешь подкаст, а я действительно слушал подкаст и говорю только за себя, я, ну, как бы вот прям проникался. Я входил в твое положение, я слушал, почему ты профукла это лето, почему Данил, почему там Диана и так далее. И ты действительно вот на это, вот как я уже и говорил ранее, погружаешься в этот небольшой фрагмент жизни своей, вот на этот час, в клевую историческую, новую какую-то жизненную цепочку каких-то причинно-следственных связей, которые, скорее всего, с тобой вот прям в таком же порядке точно не произойдут. В том-то и ценность каких-то историй вот таких необычных, что ты можешь, ну, просто хотя бы улыбнуться. Если ты вызвал улыбку у одного человека, это уже много, да? Согласна. Я вообще еще хотела сказать, я, по-моему, уже говорила об этом в подкасте, что «Из 13 в 30» это был мой любимый подкаст, когда я пришла работать только в «Рэдбарн». И я хотела бы быть ведущей, но я тогда вообще не понимала, как это делается. Мне было странно, я не знала. Ну, типа, мне казалось, что нужно вот прям готовиться, прям вот есть, типа, пятиминутный блок об этом, десятиминутный блок об этом, и оно вот все вот так вот выглядит. Я думаю, блин, да, у меня не получится. Это так странно. Вот. И это очень прикольно, на самом деле, когда ты приходишь, и ты как будто бы ассимилируешься среди людей, которых ты когда-то слушал в отрыве, ну, вообще от всего. Это очень прикольно. А я открою тебе секрет. Изначально, прям в первых сезонах, именно так и было. Мы делили... У нас вообще у каждого ведущего были свои роли. Я рассказывала основную тему. Христофор вел блог из... Он назывался «Топ чего-то». Он всегда подбирал какие-то штуки для топа. И в конце Даниил делал интерактив. Вот. И со временем мы все больше отходили-отходили от этой концепции до тех пор, пока не осталась просто тема и интерактив. И теперь, сегодня, осталась только тема. Потому что как раз из-за того, что мы растем, тема становится сложнее. Нам больше есть, что обсудить и сказать про себя. Не остается просто времени для вот этих вот микроблоков. Они тогда были нужны, чтобы удержать структуру выпуска, чтобы набрать хронометраж. Потому что я вообще не представляю, как мы раньше укладывались в полчаса. И за полчаса могли что-то обсудить. Потому что... Вот мы сейчас сидим в студии, у нас на таймере 34 минуты, чтобы вы понимали, да? А мы как бы еще не дошли до телепенки. Вот. И да, со временем это все ушло. Эти роли тоже перераспределились. И теперь нам даже для интерактива не особо хватает времени. И поэтому мы его празднили, решив, что лучше уж мы просто классно поговорим и не затянем подкаст, не потратим ваше время. Вот, кстати говоря, насчет интерактива. Вот, допустим, ты мне сейчас настолько все понятно объяснила, я бы хотел услышать от создателей, да, какого-то продукта какое-то вот такое классное объяснение. Потому что, условно, я фанат интерактивов был. Данила, и это всегда с его великолепным смехом, великолепной картавостью, как же он круто все это делал. Но вот они пропали, да. Я как-то там попытался в это что-то сделать, там стараются в туалете. Вот, но мне бы всегда хотелось, короче говоря, чтобы создатели какого-то проекта могли что-то такое объяснить. И вот ты сейчас это сделала, и я такой, ну вот, отпустила. Вот камень с души. Я же всегда волнуюсь, типа, когда я вот тебя спрашиваю, надо готовить интерактив? Ну, и ты мне что-то отвечаешь там. У нас сегодня большая тема, условно. Мы не вложимся. Но на всякий случай приготовь. И уже несколько интерактивов просто так лежат. Ну, может, когда-нибудь мы сделаем выпуск, настоящий только из интерактивов. Из интерактивов, да. Да, это супер прикольно. Вообще, мне очень нравится мобильность нашего подкаста, его пластичность, скажем так, потому что, несмотря на то, что у нас есть концепция, и практически у всех подкастов нашей студии эта концепция не меняется в зависимости от, ну, из выпуска в выпуск, наш же подкаст позволяет себе разные вещи. То есть мы можем говорить про какие-то конкретные темы, посвященные одной смысловой арке, вот вроде этого сезона про изменения, или сезона, который мы делали несколько месяцев назад с осознанностью, да. Но одновременно с этим мы можем сделать выпуск, в котором мы просто говорим под осенний дождь. Какой классный выпуск был. Да, импровизируем. Мы можем делать новогодние спешлы, которые, кстати, вас ожидают в скором будущем. Мы можем там делать какие-то обзоры, в общем, что угодно. Можем приводить сюда своих друзей и с ними общаться. Вот, и это тоже прикольно. И я должна признаться, что у нашего подкаста есть и коммерческая жилка, потому что, когда мы его только создавали, я думала, блин, ну, этот подкаст может кому угодно толкнуть. Вот, так что... А ты была в спортивном костюме в таком трикоте? Да, в розовом спортивном костюме из одного из выпусков. На циферках дальше была. Да, вы можете послушать этот выпуск. Кажется, он был прострёмный стиль. И там я рассказываю про свой легендарный розовый спортивный костюм, который я додумалась надеть на выпускной. Когда все были в платьях и в туфлях, я была в спортивном розовом, абсолютно ублюдском, поросячьем костюме. Джуси Кутюр просто отдыхает. Он был не бархатный вот этот, не велюровый, а балоневый, вот такой шуршащий такой, с белыми резинками. Когда вот так ногами передвигаешь... Да, вот это вот... Это люди, когда зима, только у тебя окно открыто. Ты просто по этому звуку можешь определить, что нужно потеплее одеться сегодня. Да, вы можете найти в аналогах нашего подкаста и послушать про это. Там есть еще также стильная серебряная кюртка от Данила Тарасенко. Вот это все. У меня к вам вопрос созрел, пока вы обсуждали это. Вот вы, поскольку креативные люди, скажите, если бы из 13 в 30, если бы подкаст из 13 в 30 был человеком, то каким бы он был? Мне кажется, он был бы таким дуралеем, который много смеется, много шутит, но при этом с душой обязательно, да? Вот смотришь, и душа, вот душа есть. Кстати, про душу потом расскажу кринжовую историю. Он такой, типа, профессионал, у него что-то есть, какая-то работка. Он, возможно, фрилансер, а может, нет. А как он одет? Ну, как он одет? Хуманизация подкаста из 13 в 30. Да, как он одет? Ну, в какую-то эклектику, мне кажется. У него может быть, знаете, вот что-то очень такое бизнес-скежуал, но одновременно с этим какие-то вот диско-джинсы в серебряную чешую, берет с катающимся шариком, как в деревне дураков, какой-то шарф, что-то такое. А цвет? Желтый какой-то, да? Нет, ненавижу желтый цвет. И оранжевый тоже. Тогда... Розовый. Розовый. Однозначно фуксия. Фуксия, фуксия. Господи, нет, какая фуксия. Я бы выбрала Дарк Академию. Как Дарк Академия? Ну, нет, мне кажется, мы не Дарк Академия. Цвета. А, цвета, ладно. Ну, в общем, у него диско-джинсы с чешуей, но в цветах Дарк Академии. Блин, вот хотелось бы поговорить с такой сборной солянкой личностью, да, персоной. Ну, такую персону больше хочется слушать, да? Что там про душу было? Ну, есть глубина. А, кринжовая история? Короче, ладно. Это не имеет отношения к изменению в подкастах, но, вы знаете, есть такое состояние, которое ты ловишь в общении с другими людьми, когда вот прям кринж, да? Вот прям когда раз, и вот вроде бы человек сказал что-то очень хорошее, и он, правда, в это вложился эмоционально, и он, правда, так считает, но ты слушаешь его и думаешь, просто пипец какой кринж я сейчас услышала. У меня была такая история очень давно, у меня был молодой человек, и вот он иногда любил, знаете, вот пофилософствовать вот вслух, к сожалению. И однажды, короче, мы были у него на квартире с его сестрой, с друзьями, что-то мы отдыхали, и услышали на балконе, на улице, крик женский. И мы поняли, что что-то случилось, что на девушку либо напали, либо что-то случилось, в общем, она там упала, и мы выбежали, ну, они выбежали, парни выбежали на улицу, оказалось, что она действительно попала в неприятности, она убегала от какого-то своего ненормального бывшего, споткнулась и поранила ногу. И мы вызвали полицию и скорую. И, в общем, мы сначала со скорой общались, потом с полицией общались, потом, в общем, все разошлись, девочку отвезли, отправили домой. И, значит, мы обсуждаем всю эту ситуацию, естественно, как же не обсудить. И вот мой парень говорит, я думаю, что все нормально будет, потому что я, вот говоря с этим полицейским, я посмотрела ему в глаза, и я понял, ну, душа у него есть. А можно вопрос? С кем будет все нормально? С полицейским? Ну, вообще, как-то ситуация разрулится. В целом, да, в стране. Да, типа, ну, нормально там все сделано. Вот я посмотрела ему в глаза, душа у него есть. И, знаете, вот сейчас должен любая включиться, мне кажется. Или круг. Нет, нет, нет. Нет, все, тормоза, все, понял. Это не кринж. Это не кринж, да. Вот не знаю, показалась ли вам по пересказу эта фраза кринжована, я вот в моменте, я просто... Блин, ну, да, да. Вообще, на самом деле, у меня есть некие какие-то выражения, которые мне кажутся кринжовыми. Причем, я когда говорю, я понимаю, что оно вот сюда очень хорошо подойдет, но я не могу переступить через себя, потому что мой внутренний кринжометр подсказывает мне, что, ну, это не надо так говорить. А как же эти ситуации, когда в голове звучат классно, а потом озвучиваешь, и кажется второсортно? Блин, вот насчет кринжовых историй у меня есть такая одна, попытаюсь ее быстро рассказать. Ты просто вспомнила такую курьезную ситуацию, скажем так, адреналиновую. И однажды я в такую же попал, мы шли с моим другом, по-моему, это было как раз 14 февраля, просто вышли в школьное время прогуляться. И, значит, идем по улице, и, значит, по дороге едет автомобиль, его заносит, и в нашу сторону он врезается в дерево. И вот дерево стоит прямо рядом с нами, и с машины начинает лететь стекла в нашу сторону. У меня все замедлилось, потому что адреналин бахнул мгновенно. Я отталкиваю своего друга, ему в лицо прилетает маленькое стеклышко, я вроде цел-здоров. Мы смотрим, значит, в эту машину, там две девушки. Как позже выяснилось уже, когда они в больнице были, они в этот день, одна из них, они сестры, и она в этот день получила права. И они поехали кататься на машине. Но суть не в этом. Я же, давай 112 звонить. Позвонил, они говорят, ну, какая улица, я там все сообщил. Они такие, у меня тогда был Nokia 6260, такой очень необычный телефон, смартфон-раскладушка с влачающимся экраном. О, такой темный, да, который шоколадного какого-то такого цвета. Да, шоколадного цвета, да. Да, офигенный. Крутящийся экран там был, да. Я же, ну, звоню с этого телефона, мне говорят, не забудьте вытащить аккумулятор. Я говорю, хорошо. Сбросил, и вытаскиваю аккумулятор из телефона. Откуда надо было? Из автомобиля. Из машины? Да, чтобы она не загорелась, потому что она как раз, ну, она очень сильно помялась со стороны водителя. Машина загорелась, и ты такой, типа, блин, я же вытащил. Да, все, не звоните, не бойся. Да, в общем, приехали там пожарные, скорая, полиция, все просто, ну, там, ну, традиционное, в общем-то, ничего такого. Но она потеряла сознание, конечно, да, сильно стукнулась. Но кринж состоит в том, что я потом рассказал это все, и я не понимал в тот момент, то, что я сделал не так. Все ху-ху-ха-ха, начинают смеяться. Ну, а затем, конечно, я осознал, насколько мне было... Просто я был в шоковой ситуации, меня чуть не задавила машина, мне можно извините. Поэтому ты делаешь, что тебе сказал врач, да? Вытаскиваем аккумулятор с телефона. Да, диспетчер мне сказал вытащить, и я так и сделал. Цифровой детокс. Ну, хорошо, что вытащил. Успел. Я вот даже, знаете, сейчас думала над какими-то кринжовыми историями, которые были у меня, и мне удивительно, что не могу ничего вспомнить, потому что я, типа, ну, человек кринж. Вокруг меня он вращается... Аккумулируется. Вокруг. Разумеется. Вокруг меня он вращается ежесекундно. Как в старой шутке с русского радио, если вокруг вас одни дураки, то, возможно, вы центральный. Хей! Уа-уа-уа. Это грустный тромбон. Предположение. Блин, я не знаю, на самом деле, очень странно, потому что... Ну, вот я сейчас, не знаю, наверное, подумаю. Тяна заговорила голосом стендапера. Наверное, нужно подумать. А, да, это классика. У вас было такое? Было у вас такое, когда вы... Да. Ну, ты пока подумай, а мы вернемся к теме нашего выпуска. Мне нравится, мы так, знаете, легонечко отходим, что-то тусим-тусим, возвращаемся. У нас такой подкаст, как солнышко, лучики, да, вот у него, я тоже сейчас кринжу сказала, но мы не заметили. Я хотела вообще спросить... Знаешь, Даш, когда человек говорит, что вокруг него много дураков, есть вероятность, что он лучик солнышка. Да, не знаю, джингл в студии, или я? Хей! Я не уверена, что там, кстати, был хей, но очень подходит. Да, там был финальный аккорд. Да, да. Джингл такой, да, некий? Возвращаясь к теме нашего подкаста, я хотела у вас спросить, как у людей, которые и какое-то время были просто слушателями, затем стали его ведущими, есть ли у вас любимые выпуски? Ну, я, пожалуй, быстро отвечу, что у меня вот есть выпуск про лето, да, причем, по-моему, их даже несколько есть. Несколько вы делали выпусков, и, пожалуй, это какой-то новогодний выпуск был, где еще меняли сам дизайн. Саунд дизайн. Да, сам дизайн делали. Так что, да, вот эти, пожалуй, два. Да, кстати, это наша концепция, когда мы в новогодний период делаем новогодние спешлы. Это, кстати, идея мне пришла в одном из годов, по-моему, в прошлом году. Нет, по-моему, в прошлом году мы уже делали новый, вот самый первый год. Я решила, блин, как будет классно сделать цикл из новогодних спешлов, записать их прямо в новогоднюю атмосферу. Я забодала всех, мы выбирали этот джингл, просто все редакции, тогда она была намного меньше, чем сейчас. Делали эту обложку. По-моему, обложку мы только в следующем году сделали. И эта концепция мне самой очень нравится, что вот мы раз-таки отстроились и сделали спешл. Кстати, я раскрою секрет, возможно, вы в комментариях поделитесь своим мнением о том, стоит нам это делать или нет. Мы тут с Дианой кумекали и решили, что было бы прикольно сделать спешл-сезон, мини такой, мини-сезон, где мы обсуждаем только дневники вампира. Да. Ой. Ну, и ты с нами, разумеется. Просто подготовиться, нормально подготовиться, да. Это такое, знаете, вот... Я думаю, ты быстро посмотришь восемь сезонов, там всего два сезона. На 2х просто, да. Там на самом деле быстро, да. Пересматривать еще быстрее, потому что можно скипать какие-то сезоны, которые не нравятся. Я вот с третьего начинаю. Ну, неважно. Подожди, извини, там в Дневнике вампира это кто главные актеры? Там их двое, да? А, я со сверхъестественной путаю. Там их дохера. И все классные. Я путаю со сверхъестественной. Все понял. Вот. Это планировался такой, знаете, вот прям мини-сезон и там буквально из пяти выпусков, где мы там в течение не такого большого хронометража, как сейчас, обсуждаем вот Дневники вампира, хотя как получится. Вот. Если у вас есть по этому поводу какие-то мысли, напишите в комментариях. Но если вы ничего не напишите, мы стоп-процентно это сделаем вообще по-любому. Может быть. Так что, если вы против, напишите стоп-дневники вампира. Нужно стоп-слово из Евротура написать. Флюгиги Хайкен. С закрытыми глазами. Наш-наш-наш-наш. Да. Вот. Но опять же, если будет мало стоп-слов, мы все равно сделаем. Но на самом деле, я вам так скажу. Если мне приспичит, мы в любом случае сделаем. О чем я говорила до этого? Что нужно на Т9 написать. Флюгиги Хайкен. Да, я точно об этом не говорила. Я говорила про новогодние спешсы, да, что у нас целая концепция. Я, кстати, хотела спросить. Это вопрос больше к нашим слушателям, которые нам, конечно, сейчас не ответят, но, возможно, ответят позже. Заметили ли вы, что название выпусков этого сезона это цитаты из песен? Это прям, это, ну, супер. Тихо, 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 не перебивай людей. Ждем ответа, да. Да. Ну, а вы вообще сами заметили? Мне проспойлерил этот момент, ну, в общем-то, редактор. Поэтому я бы, честно, не угадал. Но был один выпуск, в котором я такой, ой, так это название песни. Но чтобы все выпуски были, нет, я бы этого не заметил. Например, круто ты попал на ТВ, или бьет по глазам адреналин. Ну, да, да, да. Ну, вот это круто. Но песни золотые, надо сказать, золотые. Да, еще, кстати, небольшой инсайт. Наш редактор Юля, она мне сказала, а я думала, мы берем только песни, которые из 2000-х. Я говорю, нет ли вы? Кстати, по поводу редакторов. У нашего подкаста меняются не только ведущие, но и редакторы. Об этом наши слушатели не знают, потому что это люди, которые остаются за кадром. Серые кардиналы. Вот у них тоже несколько сменилось. И начиналось все с того, что редактором была я. Так что теперь даже интересно, что чувствуют люди, вот когда-когда монтируют. Больше интересно, что чувствуешь ты, когда твой подкаст редактируют. Ну, он же изначально был твоим, как бы, то есть твои идеи. Не чувствуешь ли ты, ну, не соперничество, ну, возможно, какое-то, ну, диссонирование в каких-то моментах, которые, ну, прям вот ты сделала бы так, а вот редактор делает так. Ну, понятное дело, что ты, конечно, можешь сообщить об этом редактору, а вот что, если какая-то вот это вот несовпадение? Река потечет в другое рубло. Ты знаешь, я когда отдавала проекты, я думала, что у меня может такое чувство возникнуть. Зная меня и мою эгоцентричность, я как бы, да, люблю, чтобы все было по-моему. Но когда я прям передавала, я с собой договорилась, что редактор теперь другой человек, и ему решать, как должно выглядеть описание, название и так далее. Но так получилось, что, видимо, люди понимают, что я очень много времени посвятила этому подкасту, и со мной все равно так или иначе советуются, что-то спрашивают и принимают мои комментарии, если они есть. Но я должна сказать, что новые люди внесли в подкаст много нового, то есть появились смешные описания, которые делал наш редактор Марк. Юля тоже делает очень смешно. Появилась вот эта концепция с названием. Вера тоже делала первые вещи. Да, Вера, да. Я вот что хотел сказать, как бы я ждал твоего ответа, и вот к какому мнению пришел, что клево, когда есть свежий взгляд. Я к чему? Что редактор действительно может принести что-то новое в подкаст, что ушло бы, и ты бы упустила из своего собственного взгляда. И то же самое касается ведущих, как по мне, потому что вот этот вайб, этот посыл, эта энергетика, которая передается путем излучения звуковых волн в ваши уши, не в зависимости от того, где вы слушаете, через студийный сабвуфер или наушники какие-нибудь... Сратые. Да, прям такие вот... С проводами. Да, поэтому здорово, когда меняются люди, и вообще это в целом, наверное, везде так. То есть, да, мы живем, умираем. Куда-то меня занесло, никуда. Да, что-то как-то понесло тебя. Я себе представила, знаете, этого чувака, который идет по улице с телефоном, на котором во всю громкость играет музыка, и он просто идет. Я гуляла по Краснодару и увидела идущего к реке. Я не одна его слышала и видела. Со мной была моя подруга, и она тоже его видела. Каково было мое удивление, что я стормозила и не подошла с ним сфоткаться. Ну что ж. Знаете, что было бы круто? Я бы хотел услышать подкаст из 13 в 30 в чьей-нибудь машине. Прям на всю катушку, как у нас ездят по Красной улице. Да, что приора была порезанная, такая. Искра чекала просто. Без аккумулятора. Да, и чтобы на всю включили подкастную. Без аккумулятора. Чтоб не загорелось. Да. И там вот это... Твой любимый выпуск? Мой любимый выпуск. Он, конечно, не один, но меня почему-то напрочь отшибла всю память. Я вспомню один из. Это выпуск, в котором приходил мой хороший друг Никита Быстров. Он по совместительству врач. И мы разбирали, как не умереть от простуды в 30 лет. И он намного интересного говорил. И вообще, выпуски про медицину, они всегда самые крутые. Если вы не слышали какие-то из них, послушайте все, они абсолютно все крутые. И про пальцы, которые стоматолог засовывал Диане в рот. О, да. И про вот эту простуду, и про наши там страхи и болячки. И вообще это все... Пальцы в рот засовывал прямо на выпуске? Ну, это ж ты же... Или тебя... А, его не было, да? Не было. Я бы такое запомнил. Мне некие пальцы засовывали в рот. Вау. Прямо во время выпуска. И про то, как мы учили тебя протирать очки. Прямо во время того, когда мне кисту вырезали. Это все было во время записи подкаста? Ну, вот послушай, выпуск. Там все это есть. Все, вы меня заинтриговали. Да, там все это есть. Я еще очень люблю вот этот выпуск, где мы с Дианой учим тебя очки протирать, собственно. Было дело. А еще выпуск, как же мы могли его опустить? Про еду? Да, кстати, про еду тоже было очень много. Да, конечно, было. И выпусков как-то очень эта тема почему-то популярна нынче в народе. У меня теперь вообще фобия. Чеснок без соли-то я теперь не... Чеснок без соли доедаешь, да? Вообще, есть у вас какие-то фантазии о том, каким бы мог быть следующий сезон нашего подкаста? Каким бы вы хотели его видеть? Вот в том-то и дело, что... Никаким. Это история как раз-таки вот... Это на самом деле нить, которая проходит сквозь весь этот выпуск, что это... Я почему спросил насчет человека, то есть как вы видите, если бы подкаст «Снеразцы в 30» был человеком? Потому что мне кажется, что это настолько... Вот ты сказал там такой он расхлябанный такой весельчак. Вот. Мне кажется, что это абсолютно бесформенная сущность. И даже не сущность, а это явление, которое невозможно предсказать. Оно непредсказуемое. Это как раз-таки в этом-то все и магия, что вот... Я почему-то словил вот такой инсайт, как... Я не использую это слово, но вы мне научили этому слову, так что теперь сами платите за это. Ну, ты переучиваешься, оказывается, это больше не модно. О, блин, отстой. Ну, ладно. Ну, короче, когда я слушал, допустим, Данила, и он там говорил что-то, ну, суперэкстраординарное и вообще девиантное, я такой, я это понял, да, круто, а вы продолжаете говорить. Но в голове-то вы слышали все. Ну, скорее всего, это, возможно, был монтаж, где вы посуялись от души. Вот. Но штука в том, что мне кажется, что следующий сезон, он, ну, абсолютно бесформенный. И его как будто бы и нет, но в то же время он есть, он парадоксальный. И он уже продан. Тоже открою вам секрет. Да, ну, короче, вот у меня такое почему-то видение. Я больше ничего сказать по этому поводу не могу. Ну, за что? Значит, делаем про Деньки вампира. Ой, я думаю, что следующий сезон будет слышаться и видеться как кайф. Ну, если что, можно будет еще пару тем про изменения? Да, блин. Я шучу. Блин, знаете, в чем они поднимали? Вообще клево поднять тему вообще монтажа и звукорежиссуры. Да, конечно. Ну, конечно, кто о чем, а лысые расчески. Нет, нет. Я говорю с точки зрения восприятия. Мы же не писали выпуск про Дайсон? Ну, камон. Я имею в виду не с точки зрения техники, да, там, как... Ладно, я шучу. Что изменяется. А вот именно с точки зрения восприятия, потому что... Знаете, что делать, Леня? Я вам открою тоже секрет. Вот, когда звучит интро, и вот начинается вот эта штука. Каждый раз... Как можно отличить подкаст, который монтировал я из 13.30, от Лениного? Леня очень ритмичный чувак, и он постоянно начинает твой голос, всем привет, вот именно с того момента, с точки зрения ритма. А я... Ну, и как бы я знаю это, я тоже могу это сделать, но я это не делаю, потому что... Ну, вот я так чувствую. И, короче, я всегда этот момент, ну, профукиваю. То есть... Ну, просто где-то рандомно начинаю твой голос. И вот из таких вот тонких вещей, которые на самом деле... Ну, только мы, звукорежиссеры, видим при монтаже, было бы клево поделиться такими... Ну, инсайдами, не инсайдами, а какими-то открытиями прикольными, которые нас очень сильно в кабинете веселят. Мы иногда просто, ну, пятиминутный перерыв делаем, потому что не можем остановиться, мы смеемся без остановки, потому что там что-то такое произошло. У нас вообще есть, открою вам секрет, просто откровение. Есть группа, которая называется Вырежи это. Она исключительно для нас, для нашей компании. И мы туда скидываем интересные всякие фрагменты из наших подкастов, ну, которые, ну, никто не должен слышать, кроме нас. Это не что-то такое стыдное, просто очень уморительное, смешное. Да, истинное тоже. Поэтому за донатик, если что, мы готовы вас подписать. Да, я помню, я там как-то интеграцию зачитывала, боже, сколько контента. Я сделала просто весь контент в этот день, потому что там столько было дублей, господи Иисусе. Я думаю, что там еще и сегодня, после сегодняшнего выпуска, тоже будут некие дубли. Ты просто какую-то черепаху сейчас приводит. Пора заканчивать. И ты уже 50 дней в минуту, это как два подкаста. Ой, кстати, я вообще не против выпуска, где звукорежиссеры рассказывают про звукорежиссуру. У нас, кстати, по-моему, в том выпуске, который рассказывает историю нашего подкаста, это 10 выпуск юбилейный первого сезона, там был в гостях, по-моему, Леня, который все это время является нашим звукорежиссером. И я его заменял, но, тем не менее, он все еще этот подкаст не бросил, не отдал, никому не сдался и до сих пор монтирует. Уже просто одним мизинцем монтирует этот подкаст, параллельно кушая какую-то еду интересную. Уверен, что он кушает классную еду. Леня, тебе привет. За последнее время в медицине появились всякие модные штуки. Детоксы, микротоки, чекапы. Но существуют ли шлаки и токсины на самом деле? Можно ли помолодеть, если тебя чуть-чуть ударит током? И как отличить нормальный чекап от развода на деньги? В новом сезоне подкаста «Главный медицинский» врач Никита Жуков расскажет все о популярных процедурах, насколько они полезны или бесполезны, и что о них думает доказательная медицина. Слушайте подкаст на всех платформах. Будьте здоровы и по возможности богаты. Ну что, ладно, давайте как-то резюмируем вообще всю эту историю. Подкаст однозначно изменился, он однозначно вырос. Я его воспринимаю как некая, знаете, такая возможность прийти и просто вот выгрузить все, что произошло за неделю. Кстати, моя мама именно так и узнает, как у меня дела, потому что каждый выпуск слушает, и мы с ней не так часто видимся, и вот она узнает, что я там заболела, или что мы сходили в ресторан, или что там что-то еще произошло. Мне кажется, какая бы тема следующего сезона не была. Мне кажется, ну не получится придумать что-то, что не срезонирует с людьми. Мне кажется, тема, фишка этого подкаста это эмпатия. Мы очень хорошо чувствуем нашу аудиторию, хотя мы ее и не видим, и не слышим уж тем более. Поэтому, ну, каким бы он ни был, он все равно, мне кажется, будет так или иначе резонировать с людьми, и это ли нехорошо? Это хорошо. Мне кажется, если мы сделаем сезон про Дневники вампира, то мы точно попадем в категорию искусства, или как минимум сериалы. или публикультура. Я на это рассчитываю. Честно, это будет интересный опыт, мне кажется. это будет очень интересный опыт. Несмотря на то, что я не смотрел. Это будет плотная каска, да. Вот. Так что, да, я однозначно могу сказать, что это один из моих любимых подкастов, вести его приятно, и с каждым сезоном все интереснее и прикольнее. И несмотря на то, что иногда у нас есть выпуски, которые неудачные, и мы их даже переписываем, или вообще не выпускаем, в целом, все именно так, как я когда-то задумывала. И даже больше скажу, я не представляла, что именно вот так классно может получиться. Это самое главное. Да, не смейте никуда уходить из подкаста. Это было очень искренне сказано. Всем пока. Типа вышла из чата? Ну, типа, да. Ладно. Я, кстати, очень хотела, чтобы Диана выдала подкаст, потому что у нее забавное чувство юмора. Такое необычное очень. Ну, слегка такое. Оно внезапное. Да. Никогда не понимаешь, когда она шутит. Ну, что, будем прощаться, но мы не сильно прям прощаемся, потому что у нас не будет никакой паузы. До пятницы. До пятницы следующей. Да, просто увидимся в следующей неделе, там уже что-то новое начнется, а там уже, глядишь, Новый год близко. И на погодные спешлы будут. Да, на Пасху тоже что-нибудь замутим, поэтому оставайтесь, пожалуйста, нашими подписчиками. Расскажите своим друзьям, что есть такой классный подкаст, на него можно подписаться, что тут реально взрослые, уже стареющие люди. Вот. И все тогда, да. Возвлекательные УТП. Хороших тогда вам выходных, как бы. Это был подкаст с 13.30. Нежнедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Диана и Илья. Всем пока. Пока.